В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Южной Бице возводится самое большое на сегодняшний день учебное заведение в муниципалитете, рассчитанное на 1550 детей. Уже начинается расстановка мебели. Во всех практических классах уже мебель на месте. 1 августа в Ленинском городском округе начали работы сезонные точки, торгующие арбузами и дынями. Должен на всю продукцию иметься сертификат по соответствии. В историко-культурном центре идет подготовка к открытию выставки «Коллегия-2024». Первые игрушечки, которые она в этом году делала. До начала учебного года осталось чуть больше месяца. К 1 сентября в муниципалитете готовятся к открытию сразу несколько образовательных учреждений. Степень готовности строящейся школы в новом жилом комплексе Южная Бица проверил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. В Южной Бице возводится самое большое на сегодняшний день учебное заведение в муниципалитете, рассчитанное на 1550 детей. Объект появится в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры и национального проекта образования. Отделочные работы четырехэтажного здания площадью свыше 23 тысяч квадратных метров находятся на завершающем этапе. И конечно уже начинается расстановка мебели. Во всех практических классах уже мебель на месте. Мы посмотрели уже и химический класс тоже зашли, посмотрели там уже тоже вся мебель специализированная на месте, все подводки все сделаны. Поэтому сейчас у строителей очень тоже большая скрупулезная задача аккуратно все собрать, не повредить дорогостоящую мебель и в химическом кабинете, и в других. Хорошее оборудование расставить, доски развесить и быть готовым к передаче ключей от каждого кабинета тем учителям, которые здесь будут работать. Активными темпами идет обустройство пришкольного стадиона с беговыми дорожками, а также детских игровых площадок и зоны отдыха. В середине августа застройщики планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию и лицензию. И к первому сентября образовательное учреждение будет полностью готово, чтобы встретить своих первых учеников. 1 августа в Ленинском городском округе начали работать сезонные точки, торгующие арбузами и дынями. Приобрести их можно будет более чем в 70 местах. Какие требования предъявляются к продавцам сладкого товара и у кого надо брать арбузы и дыни, расскажет Максим Козлов. С утра на точках, где началась торговля бахчевыми, кипит работа, товар разгружается и укладывается. Не дремлют и надзорные органы, прежде всего сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа. Сертификат на продукцию, на арбузы, дыньки. Впрочем, любой покупатель тоже вправе проверить необходимые документы. Они должны находиться здесь же, на торговой точке. Самые главные требования, чтобы сам объект у нас находился по договору, аренду размещался. Это первое, что мы можем проверить. Также у нас должен на всю продукцию иметься сертификат о соответствии и медкнижка у продавца. Определить добросовестного торговца несложно и по внешнему виду торговой точки. По правилам, арбузы и дыни должны размещаться на прилавках и поддонах, ни в коем случае не на земле. Товар должен находиться под навесом, который защищает от дождя и солнечных лучей. Хлопот у продавца много, но и покупка в таком месте – одно удовольствие. Арбуз привозят из Волгограда, Буховского района, а дыня – Узбекистанская. У нас с 1 августа по 30 октября у нас сезон заканчивается. Вести бизнес на территории Ленинского городского округа для вас конкретно комфортно? Очень. Впрочем, как показывает многолетняя практика, вместе с добросовестными продавцами появляются и те, кто торгует без необходимых документов и разрешений. Для них законодательством предусмотрено наказание. Страфные санкции. У нас регламентом определенного штрафа в 5000 рублей. Также сотрудниками полиции проверяется гражданство продавцов. И рассматривается опять-таки, если стоит точка торговая без договора аренды, то дальнейший демонтаж. Если хотите приобрести качественный товар по хорошей цене, который еще и упакуют, приобретайте арбузы и дыни только у проверенных продавцов. Максим Козлов, Евгений Бех, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На детской площадке, расположенной на строительной улице, состоялась встреча жителей 29-го и 31-го домов. Во время открытого диалога удалось обсудить важные вопросы, волнующие местное население, в частности, благоустройство дворовой территории и ремонт дороги. Не случайно встреча жителей 29-го и 31-го домов по строительной улице была организована на местной детской площадке. Ремонт игровой зоны стал главным вопросом для родителей, проживающих по данным адресам. Тема нашей детской площадки, так как больше лет уже пяти-шести, она не обновлялась. Покрытие у нас уже пострадало, скажем так, качели разваливаются. На горку уже страшно залезать детям, потому что доски тоже уже просели. Также на встрече присутствовала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова. Во время диалога удалось обсудить и другие темы. Попросила сделать, она сзади дома, лежачие полицейские, ну просто потому что гоняют. Нет, тут переход, у нас нет пешеходного перехода. Мы когда идем на площадку, вот здесь никто не притормаживает, все несутся. Это страшно. Ну и такие бытовые, просто борьба с крысами, тоже их развелось много. Ну и попросили поставить камеру около подъезда. Стоит отметить, что в подъездах домов совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Все работы были выполнены с учетом пожелания жителей. Жители у нас активные и они постоянно хотят большего для своих домов. И это нормально, потому что каждый человек, каждый житель хотят жить в достойных условиях. Такие открытые встречи помогают сформировать новые интересные, социально значимые инициативы. В ходе встречи все предложения жителей были зафиксированы и взяты на личный депутатский контроль. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Чистота и комфорт прежде всего. За поддержание порядка во дворах несет ответственность не только управляющая компания. Это по силам и каждому жителю. Министерство по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что на придомовых территориях нельзя парковаться на газоне, оставлять машину на площадке у места вывоза мусора. Это грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей в первом случае и 5 тысяч во втором. Кроме того, категорически запрещено сливать технические жидкости или разбрасывать детали при ремонте машин. В этом случае нерадивым автолюбителям придется заплатить от 3 до 5 тысяч. Также во дворах крайне не рекомендуется мусорить, расписывать стены, размещать объявления без разрешения. Штраф за это немаленький – от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей. В Центральной библиотеке состоялось занятие кружка «Узоры для души». Под руководством педагога Елены Новоселовой участницы клуба «Активное долголетие» рисовали необыкновенные цветы. Посмотрела на работы художниц наш корреспондент Юлия Стаферова. Начать заниматься творчеством никогда не поздно. На своем примере это доказывают участницы клуба «Активное долголетие». Каким только видом искусства они не увлекаются. Например, они регулярно посещают занятие кружка «Узоры для души», на котором педагог Елена Новоселова учит создавать по-настоящему уникальные работы. Этот кружок был создан спонтанно. Я немножко художник, и мне захотелось просто поделиться какими-то своими наработками. Тем более, что некоторые люди изъявили желание рисовать, и постепенно сложился вот такой вот круг. Картины создают из художественных элементов в виде сказочных цветочных узоров. Освоить эту технику может даже новичок, а преподаватель всегда сможет подсказать. Мы начинаем с простейших фигур, мы начинаем с кружочков, мы начинаем с капелек, с листочков. Вот это рабочие тетради. Видите, как выглядит. То есть, чем больше нарисуешь, тем лучше потом у тебя будет работать. У нас учитель хороший. Помогает, направляет, если ты там запутаешься, исправит все. После того, как ученицы научатся рисовать такие простые составляющие рисунка, они начинают собирать в единое целое все эти элементы. И в финале получаются цветочные узоры разной сложности. Какие-то цветы женщины придумывают сами, а какие-то срисовывают. Для вдохновения подходят даже самые нестандартные вещи. Это вообще очень интересная работа. То есть, мы взяли просто пакетик, да, видите, вот, взяли из этого пакетика элементы. И у нас скоро будет настоящая картина. По мнению художниц, такие занятия помогают отвлечься от каждодневной рутины, развивают мелкую моторику, поднимают настроение и позволяют находиться в коллективе единомышленников. Я хожу в этот кружок где-то с января. И с первого дня, как я сюда пришла, мне с каждым днем хочется сюда ходить. Здесь очень интересные женщины. С ними интересно беседовать, перенимать у них все, то, что они умеют. Они мне помогают. В августе кружок берет паузу, а возобновит работу в сентябре. Записаться на занятия может любой желающий. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В историко-культурном центре идет подготовка к открытию выставки «Коллегия-2024». На ней будут представлены работы студентов, выпускников и преподавателей кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института. Вот эти все маленькие набросочки – это преподавательские, а все остальное – это студенческие, причем разного времени. Есть наброски по пять минут. На выставке можно увидеть карандашные рисунки, фотографику, живопись, а также дипломные работы студентов и творческие проекты преподавателей вуза, выполненные в разных техниках и жанрах. Мы старались в этот раз сделать так, чтобы она была интересна всем, понятна всем, и каждый бы нашел для себя что-то интересное. Особое внимание привлекают социальные направления. Так один из выпускников создал проект для Центра палеотивной помощи. Он сделал комикс с игровыми элементами, написал сценарий и придумал супергероя. Разработан полностью сам, нарисован на графическом планшете. И сделано в современной стилистике, то есть где-то данный цвет, а потом черно-белый, чтобы представили сами, как выглядят персонажи, герои. Здесь будут представлены ночники, иллюстрированные книги, упаковки для товаров и в том числе игрушки, сделанные руками преподавателей. Это старая советская техника, досоветская еще, да, и вот первые игрушечки, которые она в этом году делала. Выставка «Коллеги» – это одна из форм активной творческой деятельности, где можно увидеть разные направления дизайн-профессии. Открытие состоится уже 8 августа. В этот же день проведут мастер-класс, где всех желающих научат делать быстрые портретные наброски. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова